Подожди, я не готова! Мечтая о могучем даре, того, кто русской стал судьбой, Стою я на Тверском бульваре, стою и говорю с собой. Блондинистый, почти белесый, в легендах ставший как туман. О, Александр, ты был повеса, как я сегодня, хулиган. Мне кажется, по одному слову хулиган уже понятно, кто автор этих строк. Есенин написал это стихотворение и посвятил Пушкину. Оно подлиннее, и в конце он намекает на то, что хотел бы и себе когда-нибудь памятник. Это одна из причин, почему памятник установили на Тверском бульваре. А вторая причина – это то, что когда-то на Тверской улице находилось литературное кафе «Стоила Пегаса», куда часто захаживали поэты Серебряного века. В их числе был и Есенин. Кстати, тут недалеко от памятника есть скульптура Пегаса, которая напоминает нам об этом факте. Да. Только почему он это? Блондинистый, почти белесый. Ведь применительно к Пушкину это, мне кажется, такой оксимарон. Нет? Товарищ император, подскажите мне. Подсказывает товарищ оператор, потому что, когда они ходили здесь, он был под снегом. Спасибо. Все слышали, да? Отлично. На другой стороне у нас находится такое здание коричневого цвета. Это мхат имени Горького. Но когда-то на этом месте находился дом, который москвоведы прозвали домом Калагривовых, где в начале 19 века давал свои балы известный в то время танцмейстер Йогель. Йогель также упоминается у Достоевского, как это сказать, у Толстого в «Войне и мире». Также у Йогеля учился маленький Пушкин. Ну, хватит. Да, вот именно такой. Еще многие другие маленькие такие же. И когда-то именно на балу у Йогеля Пушкин познакомился с Натальей Гончаровой. И по признанию самого поэта, она стала его 113-й любовью. Любвеобильным был парень, конечно. Ну, да, на таких... Ну, кстати, неизвестно, что именно в этом доме или нет. Возможно, это произошло и в доме благородного собрания, который находится около театральной площади. Так, а здесь у нас, снова на другую сторону бульвара, дом, где родился в 1812 году Александр Герцин. Но почему, собственно, он Герцин, при том, что его отец Яковлев? Его мать была немкой и родила его, когда ему было... Тьфу, ему! Да, блин! Матери было 16 лет. Отец её привёз из Европы вместе с собой в Россию, но между ними не было брака. И тогда отец его придумал новую ему фамилию Герцин, то есть от немецкого слова Hertz сердце, то есть сын сердца. В студенческие годы Герцин познакомился с Николаем Могарёвым, дружбу с которым пронесёт через всю жизнь. Но однажды Герцин арестовали за распевание... Ой, блин, я не сказала кое-что. Так, про Огарёвы ещё немножко. И они настолько впечатлились одним событием, а событие это восстание декабристов, что они однажды во время одной из своих прогулок по Воробьёвым горам торжественно поклялись сражаться за свободу. Кстати, там сейчас на Воробьёвых горах есть памятник, посвящённый этому событию. Эта собачка – моя мечта. Я тоже такую себе когда-нибудь хочу. Покажи на дом поближе. Однажды, да, Герцин был арестован за распевание пасквильных песенок, которые оскверняли императорскую фамилию. А, да, а ещё этот дом, который Калагривовых, он в 30-е годы 19 века перешёл во владение уберполицмейстера Москвы. И там случилось одно очень интересное событие. В 1905 году было совершено покушение на градоначальника Шувалова эсером Куликовским. Куликовский за полгода до этого участвовал в слежке за великим князем Сергеем Александровичем. Он пришёл на приём к Шувалову и сделал несколько выстрелов в упор. Да, тогда было к мэру намного проще попасть, чем сейчас. То есть не было этих рамок металлоискателей. Никто не знал, что у вас там распихано по карманам. Так, ты там не наступил. Продукт жизнедеятельности лошадок. Да, вот раньше оно так и было. А ещё воняло солидно, конечно. Хотя я и люблю лошадей, но, может быть, не настолько. Да, с этим закончили. Про Герцина дальше. Так, значит, он был за пение пасквильных песен сослан в вятку. И на прощание с ним пришла его мать и привела с собой его кузину, то есть двоюродную сестру, Наталью Захарину, будущую жену. Они и до этого, в принципе, были знакомы, но не так часто общались. А тут, после такой короткой встречи, у них завязалась очень активная переписка, и которая продолжалась несколько лет. Однажды она ему пишет, что вот её собираются насильно замуж выдать. Герцин тут встрепенулся и решил её выкрасть. Но это ему удалось. Но их ждала такая череда трагедий, то, что дети, рождавшиеся у них, умирали спустя несколько дней после рождения. То есть у них был первенец Александр Александрович, и он единственный дожил до зрелых лет. Затем они отправились в Европу. Там они познакомились с немецким поэтом Гервигом и его женой. И они настолько сблизились, то есть они были так близки по духу, что они решили жить вместе и создать такую некую коммуну. Особо близко с ним сблизилась жена Герцина. Сначала Герцин этого не замечал, но потом как заметил, что разругался с Гервигом в пух и прах. Они посылали друг другу оскорбительные письма. И жена Герцина, чтобы как бы закончить эту историю, она написала письмо мужу в том, что она сознаётся, что она увлеклась и так далее. И она выбирает семью. Ну, как бы на этом всё и закончилось. Затем Герцина ждала ещё одна трагедия. В кораблекрушении погибла его мать и его восьмилетний сын. Глухонемой от рождения. И это уже окончательно подорвало здоровье его жены. Она в это время была беременна. И она родила раньше срока. И затем сама скончалась. После этого Герцин отправился в Лондон. Там он открывает свою типографию и издаёт свою газету «Колокол». Она издавалась 10 лет. И наивысший её пик был в год отмены крепостного права. Но затем, в 1863 году, когда случилось польское восстание, он поддержал поляков. И тогда тираж газеты резко пошёл вниз. И, в общем, все его обвиняли в том, что он поддерживает поляков. Тогда к нему в это время приезжает его друг Огарёв вместе с своей женой Натальей Тучковой-Огарёвой. И тогда уже Герцин с ней, как в предыдущей истории, сближается. И даже так близко сближается, так близко сближается, простите, что у них появляются дети. Огарёв тут как бы так самоустранился, хотя он очень сильно переживал. Он даже запил. Ну вот такая вот дружба оказалась. Да, мы вышли на Пушкинскую площадь. И, кстати, это, картинки там тоже надо подставлять. Потому что будет. И сейчас мы с вами увидим памятник нашему всё Александру Сергеевичу, который когда-то изначально стоял именно здесь. Ну, не настолько. Прямо здесь. А там находился красивый, огромный Страстной монастырь, который был известен ещё с середины 17 века. Там возвышалась такая просто восхитительная колокольня. Просто, и, к сожалению, монастырь не пережил 30-е годы прошлого века. Его разрушили. Вообще, инициатором установки памятника был друг и поэт Жуковского. Тьфу, Жуковского. Пушкин. Позор! Позор! Друг! На свалку её! Ну всё, хватит! Да кто пустил вас быть гидом? Да кто вы так знаете? Дождь начинается! Так. Вообще, инициатором установки памятника Пушкину выступил его друг и учитель Жуковский. Тогда побежали! Да. Но, так как тогда у власти находился Николай Первый, об этом можно было и не помышлять. Но затем, когда у власти стал Александр Второй, тогда он дал своё согласие, и инициаторами выступили выпускники Царско-сельского лицея. Они объявили сбор средств. Также конкурс на проект памятника. Его выиграл скульптор Абикушин. Он также известен, что сделал первый памятник поэту в Петербурге. Так он установил его на несколько лет позже московского. Так, тут товарищ император угорает. Всё отлично. Ну ладно, продолжим. Так вот. Надо бульвар выйти на площадь. А, начнем туда, что ли? Длинный переход. Да, да, мы к Пушкину. Хотя можно уже пойти в сторону Елисейского магазина. Да? Да. Хотя, ладно, надо показать его всё-таки. Спасибо, товарищ гид, что... Товарищ гид. Так, на чём я остановилась? На Абикушине, да? Так, сюда нам? Пушкинская площадь. Да, всё правильно. А то я сбилась с мысли уже. Вообще, на постаменте памятника... А, во! Да, кстати. Спасибо, товарищ оператор. Это то, как выглядела Страстная площадь. Но она раньше, это её старое название. То есть, смотрите, если мы посмотрим вот сюда, это у нас церковь Дмитрия Солунского. Всё, оператор подтвердил. Да. А сейчас там находится магазин Армения. Ну, к сожалению, эта церковь тоже, она была снесена, как и монастырь в одно и то же время. Вот он. Видите, дом с башенкой, с ротондой. А когда-то, кстати, на этой ротонде стояла скульптура балерины. Но она там недолго простояла. Думали, что она упадёт. И кого-нибудь раздавит. В общем, здесь на постаменте памятника написаны строки из пушкинского стихотворения «Памятник». «Памятник». Я памятник себе воздвиг нерукотворный. Ну, это все знают. Так вот. Это стихотворение было написано Пушкину в последний год жизни. И оно прижизненно не издавалось. Оно было найдено в черновиках поэта Жуковским. И когда он решил его издать, он по цензурным соображениям изменил некоторые строчки. И эти строчки, они были на памятнике. Но в 1936 году, в годовщину гибели поэта, власть решила вернуть оригинальные пушкинские строки. Ну, это такая небольшая заметка, но, кажется, она интересная. А вообще у меня есть такая теория, что любой поэт – это пророк, так скажем. Потому что, например, если взять эти же самые строчки из этого стихотворения, то там есть такие строки, что «Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, назовет всякий сущий в ней язык». Ну, то есть, как в воду глядел. Еще, например, у Лермонтова, моего любимого, есть стихотворение «Сон». Да, блин, мы тут бегаем, а не рассказываем. Так вот, у Лермонтова есть стихотворение «Сон», где оно так начинается. «Вполдневный жар в долине Дагестана лежал свинцом в груди недвижим. Я глубоко еще дымилась рано». Ну, то есть, это стихотворение, оно было написано так. А, да. Подожди, я не успеваю, прости, рассказать. Да, классно, что здесь выложена такая мозаика и показывает нам, как раньше выглядела улица. Да, Лермонтов. То есть, фактически, он в нем предсказал гибель. Оно было написано за несколько месяцев до его трагичной дуэли. А также у него есть еще стихотворение «Предсказание». «Настанет год в России, черный год, Когда царей корона упадет, Забудет чернь к ним прежнюю любовь, И пищей многих будет смерть и кровь». Ну, то есть, у меня лично как мурашки бегут, когда я читаю это стихотворение. Ну, как это объяснить еще? Он пророк. Любой поэт – это пророк. А про какой он рок? Тяжелый рок. Тяжелый. Так. Да, здесь мы подходим к еще одной точке. Это известный магазин Елисеевых. Он известен своими шикарными интерьерами. Сейчас можно зайти, а то дождик что-то начинается. Товарищ оператор, вы снимать не умеете. Ну, что, зайдем? Да. Если он открыт. Внутрь хотя бы, да. Здесь темно. Да. Вот, можно увидеть. Какие тут шикарные интерьеры. Вообще, это бывший дворец Волконских, где не раз бывал тот же самый Пушкин, Чучев, Тургенев и так далее. Так вот, этот дом покупает в начале 20 века Григорий Григорьевич Елисеев и для своего магазина. Вообще, история купцов Елисеевых, она начинается в 1813 году, когда Петр Елисеевич из Ярославской губернии перебирается в Петербург. Там он начинает торговлю фруктами, купив при этом мешок апельсинов. И у него дело так хорошо пошло, что он в итоге покупает лавку на Невском проспекте и уже торгует не только фруктами, но и колониальными товарами. Хочешь пойти уже? Пойдем. Вот. Затем вот это ЕМ. Затем он сколачивает такое состояние, что он становится купцом Третьей гильдии. А всего было три гильдии, и чтобы попасть, попасть, чтобы перейти из одной в другую, нужно иметь определенный капитал. После его смерти он завещает дело своим сыновьям, Григорию и Степану. И они в 1858 году основывают торговый дом братья Елисеевы. И к началу 20 века единственным наследником остается Григорий Григорьевич Елисеев. Это герой рассказа. При нем компания, конечно, достигла своего наивысшего расцвета. Их годовой оборот составлял годовой оборот целой страны. Они владели, конечно, не только магазинами, это понятно. У них были доходные дома, заводы, бароходы. В общем, очень много чего. Он женился первым браком на дочери пивного короля Марии Дурзиной. Что-то я так кричу, у меня тут динамик. И несмотря на взаимность, это был союз скорее союз капиталов. Но несмотря на это у них родилось пятеро сыновей и одна дочь. Но пока дети росли, сыновья выбирали себе каждый по интересам дело. И они не хотели заниматься наследством отца. И блин, дождь начинается. Пойдем туда. Пойдем в темноту. У меня тут вообще не видно. Ну ладно. и он на этот счет очень тяжело переживал. И как-то да, и он их лишил всякого содержания из-за этого. Но так как их мать, она была тоже не из бедных, она все это слегка и купила. Все затраты. Так вот, однажды на одном из баллов в Петербурге давай постоим тут, может быть, Елисеев знакомится с молодой женой питерского ювелира Верой Васильевой. Она была его моложе на 20 лет, но он в нее влюбился, и у них завязался роман. Когда об этом узнала его жена, она попросила разорвать эту связь, но Елисеев ей в ответ сказал, что путь свободен. Но Елисеев попросил у нее развода. На что и пообещала ей с Алиной отступные. Блин, ну куда ты мне поешь? Сейчас я мокрая буду. И пообещала ей с Алиной отступные. На что она сказала, что она любовью не торгует. и пообещала что-то с собой сделать. О, да. Спасибо, товарищ оператор, вы меня жалеете. Тут она совершила свою первую попытку. Она бросилась в Неву, но ее спасли. А затем она вскрыла себе вены, но ее спасли сыновья. А затем третья попытка, к сожалению, оказалась удачной, она повесилась. И вот в чем соль, что Елисеев, он даже не пришел на ее похороны. Блин, ни веночка, ни цветочка. То есть сыновья после этого они разорвали всякие связи с отцом. Они отказались от наследства, даже от дворянства и съехали с отчего дома. С отцом оставалась только его самая младшая дочь Машенька, которая была лет 15. И сыновья пообещали ее выкрасть. Дождик нес свои коррективы. Так, дозакончу про Елисеевых. Так вот, сыновья пообещали выкрасть дочь у отца. И это им удалось. Дочка, когда возвращалась из школы в карете своей, на них как бы напали и выкрали девочку. И самое интересное, что Елисеев при всем своем влиянии, при деньгах, он не смог ничего сделать. Было только то, что девочка, она выкрикнула из окна в присутствии адвоката, что она сама убежала из-за мамы. Елисеев три года судился со своими сыновьями, но ничего не смог добиться. И он очень тяжело переживал. Его поддерживала только его вторая жена. А тут грянула революция. И они эмигрировали во Францию. И хорошо, что у него там находились на хранении в банках его капиталы. Так бы ему не на что было просто жить, как многим другим русским иммигрантам. И он прожил довольно долгую жизнь. Он умер в 1949 году. И за несколько лет до смерти он написал своим сыновьям письмо с прощением. Но они так ему ничего не ответили. В общем, такая грустная история. А здесь мы сейчас войдем во двор сталинского дома, где мы увидим пример слава богу не снесенного дома. Ой! А просто передвинутого. И очень хорошо, что сохранился пример такого неорусского стиля. Вы только посмотрите на эту красоту, на эту мозаику. Вообще очень интересно, что дом не только снаружи красивый. Если мы пройдем во дворы, там он также богато украшен, что обычно не делалось, так как в целях экономии. Этот дом построен в 1907 году как доходный дом Самина Сторожевского монастыря. И при реконструкции Тверской улицы, тогда она уже горькая называлась в 30-е годы прошлого века, этот дом решено было не снести, как многие другие, а передвинуть вглубь района. И сделали это настолько тихо и плавно, то есть дом был поставлен на рельсе, и с помощью лебедок он был тихо и плавно передвинут. И была такая история, что девочка, жившая в этом доме, поставила пирамидку вечером, а когда легла спать, проснулась, а она стояла целая. То есть жители дома ничего не почувствовали. Да, только посмотри, вот это красота. Представьте, двор, просто. Ну, здесь, конечно, часто фотосессии проводятся. Двор, конечно, покруче питерских некоторых. ха-ха-ха-ха. Я бы попросил. Да. Вот. Да, теперь вы увидели, что я не только снимаю, как выпускник в ГИКа, но и что-то рассказать могу при поддержке моего товарища оператора. Короче, будете в Москве, вы не должны ходить только по Тверской, а заглядывайте во внутренние дворики, потому что они не менее интересны. Ха-ха-ха. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok